Кстати, вы никогда не задумывались, а что животные думают о нас? Какими мы им представляемся? Если вам это тоже интересно, то в эти дни есть отличный шанс взглянуть на человечество глазами с северного оленя. Перед самым Новым годом в столицу прибыл рогатый гость из Якутии. Его выбрали из 150 тысяч ему подобных. На спецсборте доставили в Москву, прикрепили к голове камеру и отправили гулять по парку Сокольники. Чего же такого интересного усмотрел верный спутник Санта-Клауса, узнали наши корреспонденты. Ребята, чем дальше вы находитесь от нас, тем здоровее будете. Держите дистанцию. На самом деле этот красавец из Якутии вовсе не буйный, ни на кого не кидается. Просто животное только что перенесло шестичасовой перелет, первый в своей жизни. Зовут рогатого Сахахатой, что переводится как якутский орел. Правда, крыльев у оленя нет, да и вес больше нормы. Злететь ему сложновато бы пришлось. А прилетел он как раз в этой деревянной коробке, которая, к слову, не очень-то тянет на первый класс. Но зато животное не подвергалось наркозу, так что чувствует себя вполне неплохо. Он прекрасно стоял. Единственное, немного ягеля ему бросили, не в ту сторону. Рога мешали двигать головой, бросили в другой угол, и он как бы пытался оттуда достать ягеля, это его потревожил. Он так прекрасно себя чувствует, посмотрите, стоит. Сахахатой стал победителем своеобразного конкурса красоты. Его выбрали из полутора тысяч соплеменников как самого достойного и самого лучшего. Правда, подарок за первое место достаточно сомнительный. Ему предстоит стать этаким новогодним сюрпризом московским жителям, которые в любое время смогут полюбоваться оленем в парке Сокольники. Сейчас мы поедем в Сокольники. В парке Сокольники олень несколько дней отдохнет, оклемается, придется себя привыкнуть к запахам, новым звукам. Потом мы оденем его между рогов в камеру, и он со снегурочкой в национальном ягодском костюме будет поздравлять детей в парке Сокольники. Олень передвигается в компании якутских девушек, наряженных в национальные костюмы. Симпатичных девчат, которые будут представлять республику, нашли быстро. Это землячки Рогатова, студентки московских вузов. А установленная на рогах оленя видеокамера в режиме онлайн будет транслировать все, что увидит Саха, находясь в первопрестольной. О, смотрите, олень! Да, что у дома! Ну, что, камера в рогах, что ли? Нравится ли оленю все происходящее, непонятно. Ясно одно, он стал настоящей фото- и телезвездой. О, кошка! Ну, а сразу после праздников Сахахатой отправится на родину. Хотя, захочет ли потом олень вернуться на поле с холода и тем самым отказаться от такой свалившейся на него популярности, сказать наверняка сложно. Марина Крахончева, специально для Восьмого канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова